Всем привет! Меня зовут Антон, и я снова нахожусь в итальянском ресторане. Сегодня мы будем готовить кое-что уже другое. Бурату. Это итальянский сыр, который изготавливается, свежий сыр, изготавливается из коровьего и ульмого молока. Мы будем использовать коровье молоко. Грубо говоря, это другой тип моцарео, наверное. Я думаю. Потому что в интернете написано, указывается это про моцарео. Это из семейства моцарео. И можно ли это поправлю? Это из семейства. Это свежий сыр, который готовится из молока. Итак, для приготовления бураты нам понадобится коровье молоко. Два литра. Поток. Ачетто. Уксус винный. Шестипроцентный. Ну и все. Газ и ручки. Приступаем? Погнали. Итак, ставим молоко на огонь. Молоко нам надо довести до кипения. Но, чтобы оно не бралось плевками, не подгорало, я предпочитаю молоко ставить на небольшой огонь, чтобы оно медленно дошло до кипения. И в это время, пока молоко разогревается, мы отмерим мерным стаканчиком 10 миллилитров уксуса. Значит, что хотелось бы сказать. Вы не будете, если вы захотите повторить, то не обязательно делать это обязательно из двух литров. Можно это делать с одного литра молока. Важно, важно в этом сыре, чтобы не перебавить уксуса. Не сделать, если будет много уксуса, будет слишком кислая среда, то сыр будет напоминать наш творог. Поэтому, чтобы не перебавить уксус, что я вам посоветую. Когда молоко доведете до кипения, вы обязательно понемножку добавляйте уксус. Очень важно, чтобы только довести до того предела, когда молоко отсоединится от сыворотки. И все, сыворотка должна быть сладковатого вкуса. Это очень важно. Ждем, пока закипит молоко. Молоко наше закипает. И вот в этот момент, когда оно практически закипает, мы вливаем уксус. Необходимо помешивать. Так, смотрим внимательно. Делаем меньше огонь, как можно меньше. Итак, смотрите. У нас сыворотка отсоединилась от белого молока. То есть, видно, что сыворотка видна как прозрачная жидкость. Значит, мы добавили достаточно нужное количество уксуса. Все, и бурата готова. Теперь самое главное отсоединить сыворотку. Здесь уже каждый поступает по-своему. Есть варианты, когда оставляют больше сыворотки, чтобы было более мягкое. А можно, как у нас делаем мы творог, полностью делаем более сухой. И, соответственно, потом. Я предпочитаю то, что я использую в ресторане. Я полностью отсыживаю от сыворотки. И использую сухой сыр. Сухой творожок. Все, выключаем. Итак, видите, внутри в нашем... Осталось много еще творога. Я использую маленькая сетечка, чтобы его дособирать. Это наша бурата. Из двух литров у нас получилось вот такое количество. Как вы понимаете, чем-то это сродни нашему творогу. Но более сладковатый вкус. Чтобы правильно проверить, как хорошо ли у нас получилось бурата, мы пробуем на вкус сыворотку. Сыворотка должна быть не кислая, а сладковатая. Она у нас действительно получилась. Сыворотка наша сладковатая. А теперь, ну, что вам? Можно делать блинчики. Все рецепты, которые существуют, хороши для данного сыра. Этот сыр можно кушать утром, как в сладком виде. Так он хорошо пойдет к овощам. Ну что, бурата у нас готова. Творог есть с вареньем вкусно, это понятно. А вот что-нибудь интересное мы сейчас, наверное, покажем. Правильно? Итак, я хочу вам предложить маленький рецепт из бураты. Маленькая закуска. Основные ингредиенты это помидор, бурата и сальсаверди. Сальсаверди это зеленый соус из петрушки, оливкового масла и кедровый хориш. Начинаем. Для приготовления одной порции нам понадобится помидор пикадилли. Можно взять любые помидоры. Нам необходима только оболочка. Внутреннюю часть мы вырезаем. Семечки все удаляем. И потом нарезаем мелкими, очень мелкими кусочками. Итак, помидоры мы подготовили. Мелко нарезанными кубиками помидоры и хорошо посолены. Теперь наша бурата. Бурата, она, видите, уже хорошо отстоялась и довольно-таки твердой консистенции. Теперь ее надо сделать рыхленькой. Для этого мы ее немножко трем вилкой. И вот так вот вилочкой придаем ей воздушность. Напоминаю, наша бурата, это такой сыр, который в данной ситуации здесь нету ни соли, ни сахара, нету никаких приправ. У нее нейтральный вкус, как сказать, очень свежего молодого сыра. Теперь мы добавляем, слаживаем вот сюда наши помидорки. Добавляем сыр. Бурату. Примерно так. И сверху уже заранее приготовленная сальсаверде. Напоминаю, сальсаверде состоит из петрушка, кедровые орешки и оливковое масло экстра верджины, то есть первого холодного отжима. Затем мы сверху вот так вот вылаживаем ложечку нашей сальсаверде. И маленький синкретный ингредиент, это кедровые орешки, слегка обжаренные. Вот, вот такое итальянский флаг, бандера итальяна. А теперь продемонстрирую, как мы это подаем. Добавляем. 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 Добро пожаловать в ресторан, где я работаю. Ну что, давай попробуем. Добавляем. Что получилось. Кедровые орешки рубят. Да? Да. Вкусно, вкусно. Чувствуется. Здесь больше преобладает вкус помидоров с сальсавеля, с зеленым соусом. Ну и творог дополняет вкус, как бы более усиливает вкус. А бурато, как бы да, отсоединяет, потому что она нейтральная. Вкусно. Очень вкусно. Ну что, я надеюсь, вам понравилось. Рецепт был не очень сложный, но достаточно интересный. Всем пока.